собирают интерес насколько он здоровый я не считаю, что мы с вами должны это судить это должна история показать насколько интерес к каким-то пиар-акциям как там, например громко, да там, например эффектно забросить, заспамить например, какого-нибудь судью или еще что-нибудь такое сделал закидать помидорами это эффектно, красиво, это можно показать а маленькие дела, они замалчиваются почему левых лидеров на самом деле я просто хотел чуть-чуть добавить на самом деле, вот честно могу сказать я не знаю там что там, какая-то конфликтная нотка между там московскими либералами, как вы сказали я на самом деле и нижегородцами я приехал даже больше послушать вас почему, потому что я там я понимаю вот этот конфликт интересов конфликт интересов я понимаю, не-не, я сейчас объясню может не понимание нет вот я хочу еще раз сказать, что мы прекрасно понимаем, что 90 ну, наверное, не 95, 90 процентов граждан или там 85 не понимает, наверное, вот этих вот высоких политических требований которые выдвигаются в Москве на московске ну, да, они, они их не, да, не задевают так как социально требуют абсолютно я понимаю вот, я как раз если вдруг я там на что-то не ответил на самом деле спорте мы для этого здесь и приехали чтобы попытаться друг друга лучше понять пишут, трансфер смотрят более лучше услышать я хотел бы сказать думать, а есть не будет Вон, вы делаете обобщение на основании своего опыта а у меня он тоже какой-то есть я был там с 5-6 год главным редактором Каспаров Ру ну и создателем, так скажем, этого сайта и мы строили свою редакционную политику безусловно, либеральные издания значит, мы строили свою политику как раз наоборот на том, чтобы замечать там региональные малые дела вот там все было и там, допустим, там сургут нефтегаз и ну вообще вот профсоюзная тематика там региональные протесты мы специально на этом концентрировались это была наша фишка главная была и за счет этого Каспаров Ру достаточно быстро там догнал грани допустим в свое время потом немножко сдал вот так что я просто не согласен это не является поводом для обобщения такого широкого толка это никак не связано с либерализмом каковым это конкретная политика конкретных масс-медиа и еще одно замечание значит, самый крупный причем с большим запасом самый крупный медийный повод который сейчас гремит по всему миру пусть и рает он, конечно, левый вот и просто есть левая тематика связанная с походами на предприятии общением с рабочим классом а есть такая лево-анархистская такая в каком-то смысле мелкобуржуазная конечно, если там пользоваться марксистской риторикой ну, она прикольнее, да тема, но она она, конечно, левая прежде всего я как раз говорю, это пиар это пиар-акция да, но она левая пиар-акция я бы здесь хотел все-таки по поводу журналистов да, я сам журналист по первому образованию я очень хорошо знаю, как это все устроено так, сейчас ты нам ответил нет ну, я... которые чуть больше пишут про политику чуть больше про экономику но тем не менее вот смотрите удальцов это же левый политик известный один из там самых сейчас известных молодых политиков правильно? не важно ну, посмотрите политический капитал состоит вот если возьмем пирог из четырех составляющих раньше состоял и первый это административный ресурс четверть финансовый ресурс четверть медийный ресурс четверть и четверть это личные качества и так далее если вы хотите пирог получить вы должны потихонечку как-то заниматься пиаром обязательно потому что если вы делаете добрые дела но об этом никто не знает значит вас никогда не сберут правильно? кто-то делает на копейку рекламирует на рубль здесь это уже у каждого так сказать свои пропорции но в любом случае если вы хотите защитить например я не знаю там химкинский лес ну без пиара это невозможно сделать но вы можете судиться вы можете к прокурору ходить вы можете к депутатам ходить невозможно без общественного резонанса потому что только общественное мнение общественный резонанс способен защитить тему и тут на самом деле ничего страшного ничего страшного что Женя например создала там у них группа была которая со СМИ работала они создавали поводы они проводили митинги акции в итоге вся страна узнала про химкинский лес и еще даже шнур там и кто там только не пел про химкинский лес то есть химкинский лес стал символом с символом определенным и это на самом деле очень большая кропотливая работа если вы хотите добиваться успеха ну вот эти законы жанра ну их надо соблюдать если вы их не соблюдаете вы проиграете ну просто проиграете здесь не надо говорить кто-то пиарится а кто-то не пиарится вам не кажется что это еще напрямую связано с толщиной кошелька целевой аудиторией кто это хочет слышать нет кто про пиар я вас умоляю но в газете 20 рублей в метро стоит какая там толщина кошелька значит а получается что никому не выгодно было писать про химкинский лес однако все пишут было четко сказано что проблем прошло за два дня 50 тысяч собрала мы можем собрать 50 тысяч но не каждый месяц например с тех наших сторонников не а я один раз собрала ну подождите без проблем ну это ж Москва не нет ну подождите подождите еще раз знаешь про нас заговорили я скажу как дела я тогда поняла что такое журналистика и мне страшновато потому что про нас заговорили ровно три года назад после того как мы еще перееду делали имболит причем не просто так а что и мою ногу оттяпали яичные пальцы в результате в овощ превратили и тут про нас заговорили да так что нам три спикера понадобилось я поняла что они как акулы они же на кровь реагируют это клиповое мышление мышление общества потребления что тут хотеть надо создавать свои ресурсы и естественно естественно что федеральные СМИ реагируют или на полное похабство и непотребство или на такую кровищу что нам такое не надо я понимаю как это обидно потому что у нас помимо химкинского леса у нас было полно малых дел в химкинском лесу которые не говорили вот и не дай бог вам так 50 тысяч собирать извините мы ее стали собирать после того как у нас одному по башке надавали потом на кофе фикисова в него биту сломали такое уже у нас конечно популярность такая у меня каждый собак в химках знает конечно мне все дадут но я не советую такую популярность иметь это слишком вот зачем нужен почему мы тут все говорим создавайте свое пространство информационное ваше региональное какая разница в чем там в Москве делаем намного важнее что у вас здесь можете по этому поводу с нижегородского опыта как вот я его увидел вот относительно и малых дел и относительно вот ранее провозвучающей темы перерастание как бы социальных активистов лидеров политических активистов которые выходят уже не с кем-то локальными социальными требованиями там против например точной застройки а уже с более широкими политическими требованиями вот конкретно ситуация по точной застройке в Нижнем Новгороде я естественно не один этим занимался по каждой точке например на Шишково на Ковалихе Фронзе там были тоже свои лидеры вот причем тоже люди сами крайне достаточно известные так вот причем вот эту ситуацию даже социологической точки исследовали это есть коллективные действия сюда приезжали Карина Креманова вот они даже книгу написали по этому поводу по вопросу возможно ли перерастание социального протеста политически так вот практика это показывает что как правило вот эти лидеры по крайней мере очень многие из них на моем опыте практически все они достигают определенных вот этих именно своих требований социальных запретить конкретную стройку и дальше они идут и причем вот в этих требованиях это тоже сегодня прозвучало они апеллируют именно к действующей власти то есть кто же Единая Россия к тем же мэром прокурорам и как только они чувствуют что там прокуратура на их стороне что мэр там как-то их начинает поддерживать все они прекращают все контакты с оппозиция если так широко сказать с любой вообще они ориентируются уже смотрят в рот мэру и всем остальным вот так было и на Кавалихе Фронзе первоначально на митинги к нам приходили ну вот например Татьяна Павловна Виноградова она почетный граждан Нижнего Новгорода она приходила на митинги и достаточно резко критиковала и власть в том числе Нижегородскую и даже своих как бы соседей говорила вот проверка на вшиво сейчас мы посмотрим кто пришел а кто не пришел достаточно резко звучало потом а все это как раз и выборы вот еще были и кроме нее и другие тоже достаточно известные люди лидеры вот этого такого как бы местного локального движения через некоторое время их фактически перевербовали то есть появляется уже публикация в Вестнике Олега Сорокина в других изданиях по Нижегородским каналам где они уже говорят не будем раскачивать лодку и вот эту всю риторику как бы все мы там в одной команде давайте в общем видите власть на нашей стороне вот ну и в таком духе то есть протест он начинает затухать вернее они его начинают вот так гасить чувствуя что это уступка власти в обмен вот на прекращение грубо говоря этой стройки это я привожу один из примеров это большая проблема не только здесь это везде таких много и действительно вот эта проблема как вот выдвинуть таких лидеров если они сами не хотят быть протестными лидерами они смотрят в рот ну это это единица действительно вот это скорее исключение а вот эти а вот эти проблемы которые не не оставили вот она и это тоже вопрос такой я хотел бы задать может вы мне ответить может быть и есть нам смысл делать ставку на людей которые понимают зачем нужна свобода слова зачем нам нужна демократия зачем нам нужны честные выборы да мы можем да мы можем сейчас чуть-чуть уйти в популизм пойти там на какой-то завод завтра там специально по команде путина чтобы там всех заткнуть решат одну социальную проблему урал вагон завода так сказать еще один профинансирует какого-нибудь пал предам сделают все успокоились протест рассыпался а те люди которые 10 декабря ходили они до сих пор ходят уже создают свои группы участвуют понимаете здесь проблема такая это гарантия того что протест будет в городе может меня побьют конечно наши левые активисты вот но они вот они очень активные и очень деятельные понимают важность свободы слова но я просто общался вот в основном с другой Россией они очень мало понимают именно социальные проблемы вот уплотниловки они говорят да чего там твои тухлые пикеты про уплотниловки да чего там это все фигня вот то есть они очень мало понимают я знаю что борются вот но как бы это для них все равно не первично для них больше действительно аудитории где они вот именно свои взгляды как-то там проводят вот а именно социалку этот человек должен быть в этой социалке он должен выйти из нее чтобы он занимался именно социальным проблемами если же он изначально был политическим устроил свою как бы линию в партии он уже вынужден заниматься этой социалкой вот и у него нет вот такого как бы глубокого вот действительно а люди это видят и думают ага вот пиар хочет пропиарить что у нас будет там как бы поддержки нет это ему надо же будет браться это тоже проблема не столько даже в укор а сколько вот показать вот эту проблему и подумать насколько она серьезно как ее можно решить слушайте Единая Россия не стыдится пропиарится ну про Единая Россия это другой разговор понятно что Единая Россия это просто проект действительно я не знаю давайте различать две вещи одна касается того как уже вот за последние там полгода ну там с декабря в стране родилось мощное новое социальное явление оно объединяет сотни тысяч людей это точно вот но оно может сказать что никак не организовано то есть оно представляется такую достаточно стихийную массу которая часть этих людей говорит что и не надо вообще никакой организации но зато когда там вот происходит одно с другим события накапливается очарование и люди начинают вопрос что дальше что дальше на мой взгляд ответ на этот вопрос только один на структурировать и организовывать хотя да там есть люди которые не согласны можно но есть вторая задача которая связана с тем что вот работать с теми людьми которые не их больше гораздо миллионы и десятки миллионов которые не входят в эти сотни тысяч и да с ними наверное нужно использовать частичные популистские инструменты но это опять же дела уже конкретных политиков как они свою тактику так сказать выстраивают потому что избираться им вот Гудков идет на выборы вот он значит решает сам для себя когда там выборы эти становятся относительно честными будет он использовать там популистскую риторику или не будет в какой степени будет тогда какую именно предложение можно по поводу может мы сейчас выясним как мы сами смотрим на это вот нам нужно структурировать давайте просто поднимем руки кто зато можно вам еще предложение чтобы будет будет будет